Привет всем! Это канал MBS Electronics. Это второй ролик из данной серии. Чтобы иметь представление о чем идет речь, советую посмотреть предыдущие ролики по ссылке в описании. Предположим, что пользователь выбрал какой-либо из компортов. Выделяем наш комбо-бокс, идем вот сюда в события и подключаем события Selected Index Changed. Дважды кликаем на него и у нас автоматически создался обработчик события CB Port Selected Index Changed. Во-первых, мы должны разрешить пользователю нажимать на кнопку Connect, то есть сделать ее Enable. Скопируем ее имя вот здесь, перейдем в код, вставим сюда имя нашей кнопки, точка, Enabled, пишем равно True. Я выбираю один из возможных ком-портов, ком-2, ком-1 и у меня появляется возможность нажать на кнопку Connect. Все остальные органы управления у меня пока что недоступны. Теперь сделаем тот ком-порт, который мы выбрали в списке, текущим. Копируем всю вот эту строку. Вот эту строку копируем и сюда вставляем. Вместо ком-1 мы вставляем CB Port.Text. Давайте попробуем запустить то, что мы наваяли, и мы получим сейчас ошибку. Вот она ошибка у нас выскочила. Дело в том, что вот эта функция, обработчик события, она ничего не знает о переменной MySerialPort, потому что объявлена она у нас была в другой функции, вот в этой. И эта переменная, видимо, только в контексте этой функции, вот в этой функции MainFormLoad. Давайте вот эту строку вырежем, Ctrl-X и вставим ее вот сюда, вот в это место. Запускаем и теперь у нас все работает. У нас все готово для того, чтобы открыть порт. Открыть порт означает начать с ним работать. Когда какое-то приложение подсоединяется к ком-порту, открывает его, ком-порт становится занятый и другая программа уже к этому порту подсоединиться не может. Открывать ком-порт мы будем по нажатию кнопки Connect. Поэтому выделяем эту кнопку, идем в ее свойства, находим событие Click и дважды кликаем на событие Click. У нас создается обработчик события Button Connect Click. И вот здесь мы будем сейчас прописывать логику работы. Так или иначе, все наши ком-порты, которые есть на нашем компьютере, они появятся у нас в списке. Однако какой-то из ком-портов может быть занят другой программой, или какие-то еще могут быть причины, по которым порт не сможет быть открыт. Появится ошибка ком-порта. Нам нужно сделать обработчик этой ошибки. Как и в Delphi, так и в C-Sharp существует слово try. Пишем try, скобочку, mySerialPort, по подсказочке, точка open. То есть мы пытаемся открыть наш serial port. Дальше пишем такое слово catch. Catch значит ловить по-английски. То есть мы пытаемся отловить какое-то исключение или ошибку, если она происходит. Пишем exception. Такую вот тему пишем. Еще раз открываем скобки. И в случае неудачи открытия порта, мы будем выводить на экран сообщение. Для того, чтобы выводить сообщение, у нас есть messageBox, который позволяет нам показать сообщение на экране. Это метод, встроенный в C-Sharp. Так и пишем. MessageBox.show. Я напишу port. Open. Error. Ошибка открытия порта. И дальше я хочу вывести номер порта, с которым произошла ошибка. Ну то есть тот порт, который мы пытались с вами открыть. Пишем плюс. MySerialPort.portName. О, какое за окно у меня тропический ливень, друзья. Супер. Смотрите, что происходит. Давайте запустим нашу программу. Выбираем какой-либо из двух COM-портов, которые сейчас есть у меня на компьютере. Например, COM2. Я нажимаю Connect. Все, друзья. Мы успешно соединились с этим COM-портом. Но если я еще раз нажму Connect, то есть я повторно захочу соединиться с этим же COM-портом, то должна возникнуть ошибка. Потому что COM-порт уже занят программой, а именно нашей программой. И еще раз соединиться мы с ним не сможем. Мы можем только отсоединиться от него. Давайте нажмем Connect. И получаем нашу ошибку, которую мы сейчас вот здесь допрограммировали. То есть вывод сообщения. Порт OpenError и точка COM2. Здесь бы пробельчик я добавил вместо точки. Давайте посмотрим. Красивее будет. Выбираем наш COM2. Connect. Еще раз Connect. Ошибка. Порт OpenError. COM2. А я бы здесь поставил, наверное, двоеточие лучше. Все работает. И теперь нам с вами нужно заблокировать кнопку Connect, когда мы открыли какой-либо из портов. Нам нужно будет заблокировать кнопку Connect, разблокировать кнопку Disconnect, разблокировать все остальные органы управления, чтобы мы уже могли работать с нашей программой. Но нужно будет еще раз проверить, а действительно ли мы успешно соединились, то есть открыли COM-порт. Ну, собственно, у нас эта проверка уже вот здесь есть, поэтому нам вот сюда просто нужно добавить Return. Это означает, что если у нас произошла ошибка открытия порта, мы показываем сообщение об ошибке порта и дальше мы ничего не делаем, просто выходим из этой функции. А если все хорошо, если вот этот Catch у нас не сработает, дальше мы разблокируем наши органы управления. Сейчас я по очереди их все пропишу. Кнопка Connect должна быть недоступна. Button Connect Enabled. Равно False. Кнопка Disconnect. Можно скопировать просто. True. Group Box тоже разрешаем. Group Box 1. Enabled равно True. Ак 1. Enabled равно True. Кнопка OK. True. И кнопка OK. Enabled равно True. Запускаем. И смотрим, как все работает. Выбираем COM порт. В данном случае COM 2. Нажимаем Connect. И у нас все становится доступным. Становится доступной кнопкой Disconnect. Пока что мы ее обработчик еще не написали. То есть мы не можем отсоединиться от нашего порта. Кроме как закрыть программу. Если мы закроем программу, то автоматически закроется наш COM порт. Без нашего участия. Все у нас работает. Теперь давайте напишем обработчик на нашу кнопку Disconnect. Чтобы мы могли закрыть COM порт. И соответственно открыть другой COM порт при желании. Выделяем ее. Идем в события. Кликаем на клик. Попадаем в обработчик события. Button Disconnect Click. И здесь прописываем все то же самое, только в обратном виде. Пишем mySerialPort. Наша переменная с объектом SerialPort. Выбираем метод Close. Этим самым мы закроем COM порт. Сделаем его доступным для других программ. И соответственно нужно опять все вот эти органы управления. Поменять их доступность. Просто копируем вот это все сюда. И меняем False на True и True на False. И смотрим как это работает. Открываем COM порт. Закрываем COM порт. Открываем COM порт. Закрываем COM порт. Напишем функцию для отправки сообщения в плату. Назовем функцию SendData. Послать данные. Void означает, что наша функция не возвращает никакого результата, значения. В начале функции желательно еще раз проверить, открыт ли последовательный порт. Это можно сделать вызвав метод mySerialPort.isOpen. Число, которое нужно отправить в последовательный порт. Мы будем передавать функцию как параметр типа int. Целое число. И переменная будет называться Data. Данная. Давайте объявим еще одну целочисленную переменную. Назовем ее V одной буквой. И присвоим ей значение Data. Вот то, что приходит в функцию. Наш генератор на Arduino воспринимает числа от 1 до 8 миллионов. Поэтому здесь сделаем еще одну проверку. И коррекцию приходящих данных. Если вдруг у нас значение V будет больше 8 миллионов. То присваиваем V значение 8 миллионов. Либо если V будет меньше 1, то присваиваем V значение 1. Передавать число в плату Arduino мы должны в виде строки. Обычной текстовой строки. А в процедуру мы передаем число. Поэтому перед тем, как отправить число в последовательный порт, мы должны преобразовать его в строку. В Delphi у нас для этого есть очень удобная функция IntToString. И здесь в C Sharp тоже есть подобные методы для преобразования данных. Объявляем переменную S типа String. И пишем S равно. Наша целочисленная переменная V.ToString и скобки. Это один из методов преобразования числа в строку в C Sharp. Ну и собственно отправляем данные. Пишем mySerialPort.WriteLine. То есть записать строку. И в качестве строки отправляем нашу строковую переменную S. Теперь давайте сделаем отправку вот этого значения из вот этой строки редактора в COM Порт по нажатию кнопки ОК. Для этого нужно создать обработчик события нажатия на кнопку. Выделяем кнопку. Идем в ее события. И дважды кликаем на клик. И здесь просто вызываем вот эту функцию SendData. А в качестве параметра мы подставляем S.E.F.E.C.Value. Это значение частоты, которую мы ввели в этот элемент. Однако мы видим ошибку. Вот это значение у нас подчеркивается. Дело в том, что в отличие от аналогичного компонента в Delphi, здесь в C-Sharp, вот в этом элементе, значение Value – это число с плавающей точкой. C-Sharp не может напрямую преобразовать тип числа с плавающей точкой в тип Int, то есть в целое число. Как, например, это делается в некоторых других языках. Поэтому нам нужно явно преобразовать вот это значение с плавающей точкой, то есть это дробное число. Мы должны преобразовать его в обычное целое число. Давайте напишем Convert, Convert, точка, и куда мы будем преобразовывать. To Int32. Здесь добавляем скобочки. Все, теперь у нас ошибки нет, все работает. Можно запустить программу. И фактически, если мы выберем сейчас какой-то COM-порт, подсоединимся к нему, здесь введем какое-то число и нажмем ОК. Это число должно отправиться у нас в COM-порт. И вот сейчас мы можем проверить, действительно ли наша программа работает, действительно ли она что-то передает в COM-порт. Для этого ничего не нужно подключать в реальный COM-порт. Дело в том, что у меня на компьютере с помощью специальной маленькой программки, драйвера, создана пара виртуальных COM-портов. Они фактически есть в системе, но у них нет физического выхода на компьютере. Они есть только внутри системы, внутри винды. И мы можем использовать эти COM-порты для испытания нашего софта. Открываю диспетчер устройств своего компьютера. Ищу здесь PORTS COM-AND-LPT. И вот, видите, это два виртуальных порта, которые создаются специальным драйвером. Это очень удобно для испытания ваших программ, которые осуществляют связь по последовательному порту. То есть вы можете, например, открыть терминал на своем компьютере, открыть другую программу, например, ту, которую мы с вами сегодня пишем, соединить соответствующие порты и посмотреть, как это все работает без каких-то реальных физических подключений. Эту маленькую программку, драйвер, вы можете скачать на моем сайте. По ссылке в описании называется. Эта программа, это driver.com. Очень удобный для наших целей эмулятор последовательных портов. Потом вы можете, конечно, подключить уже реальное устройство, например, плату Arduino. Ну вот сейчас без всякого подключения какой-либо платы мы с вами сможем проверить, как работает наша программа и работает ли она вообще. Давайте запустим терминал. Вы можете использовать любую программу терминалку. Я использую вот такой вот терминал. Вот просто так и называется терминал версия 1.9b. Возможно, сейчас есть и другие версии этой программы. И эту программку вы тоже можете скачать с моего сайта по ссылке в описании. Давайте выберем здесь com-порт 1. Установим скорость 9600. У нас скорость. И нажмем connect. Все. Теперь перейдем обратно в C-sharp. Запустим наше с вами приложение. Соответственно, выберем здесь уже com-порт 2, потому что к первому com-порту у нас подключен терминал. Здесь мы выбираем com-порт 2. А внутри компьютера эти пары портов с помощью драйвера, они соединены как бы виртуальным нуль моденным кабелем, которого на самом деле нет. Он существует только виртуально внутри компьютера. Нажимаем connect. И давайте, например, введем здесь число 1000. Нажимаем ok. Переходим в наш терминал. И ничего не видим. А ничего не происходит, потому что у нас есть логическая ошибка в программе. Вот здесь, в этом условии. Мы проверяем, открыт ли порт. И если он открыт, то сразу выходим и ничего не делаем. А задумывалось, что здесь будет вот такое отрицание. То есть, если наш последовательный порт не открыт, то мы возвращаемся. А если он открыт, то делаем нужное нам действие. Поэтому вот сейчас все должно заработать. Открываем программу. Выбираем наш порт 2. Соединяемся. Давайте вводим, например, 7. Нажимаем ok. В терминале мы видим 7. Вот давайте как-то вот так расположим это на экране, чтобы видеть все. Например, я введу 1000. Нажимаем ok. И у нас пришла вот она 1000. Нажимаем, например, 8 миллионов. 8 МГц. Нажимаем ok. И видим, что у нас пришло 8 миллионов. Но если мы введем 10 миллионов. Нажимаем ok. Все равно приходит 8 миллионов. Это происходит потому, что мы ограничили наш диапазон чисел. Если бы мы сейчас подключили к компьютеру нашу плату Ардуино с зашитой туда программой генератора, то мы могли бы управлять этим генератором, но только вот из этого окна, из этой строчки. Вводя вот таким вот образом какие-то числа. Но мы хотим, чтобы у нас работали вот эти органы управления. Чтобы переключались диапазоны. В этом ролике все, друзья. Смотрите окончание всей этой истории в следующем видео по ссылке в описании. А я пока что с вами прощаюсь. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Смотрите следующий ролик, а я пойду в бар. Субтитры сделал DimaTorzok